Ну что же, приветствую подписчиков игр, продолжаю проходить мрачный триллер Heavy Rain, ну и как видите, этот эпизод будет посвящен детективу Скотту Шелби, четверг, время 11 часов 10 минут. И после того, как он допросил отца Горди Крамера, он решил заглянуть, судя по всему, в какой-то магазин, где чинят часы и печатные машинки. Так, Манфред это, получается, продавец, да? Давайте откликнем его. Ты дома? Дома? То есть он здесь и работает, и живет? Интересно. Теперь давайте мысли послушаем. Было глупо брать ее с собой. Она хочет помочь, но только мешает. Надо будет поговорить с ней. Что же все-таки стоит за приглашением Крамера в гольф-клуб? Почему его так беспокоит то, что детектив заинтересовался его сыном? Ну, как минимум, то, что его сын сознался в убийстве этих детей, может быть, мастером оригами. Он тебе честно сказал, типа, отстань от него, да? Будешь к нему приставать, типа, все. Так что на месте Шелби я бы уже опасался за свою жизнь. В мастерской никого нет. Может поискать в других комнатах? Здесь ничего не изменилось. Все та же пыль и тиканье часов. Значит, ты уже здесь бывал, да? Давай посмотрим. Да, очень большая коллекция и часов, и печатанных машинок. Настоящие раритеты. Ну, и за окном, конечно, стопроцентный сильный дождь. Хотя людей-то не останавливает, сами видите. Кто-то ходит также по магазинам, машины ездят. Жизнь кипит. О, Лорен нашлась и местечко уютное. Освоилась. Молодец. Вообще, зачем сюда Скотт пришел? Ему же надо узнать, что там с этим письмом. Точнее, с текстом, да? На какой машинке его напечатали. А вон он, по-моему, сидит. Привет, Манфо. Кто это? Скотт. Скотт Шелби. Помнишь меня? Скотт? Скотт, ты? О, конечно, помню. Ну, рад тебя видеть. Сколько лет прошло? О, до десяток, не меньше. О, ну, в моем возрасте это уже не срок. Я чиню часы, но я стараюсь забыть о времени. А, а как ты? Все еще в полиции? А, нет, ушел. Я теперь частный детектив. А это Лорен. Она, она мой друг. Добрый день. О, здравствуйте, леди. Ну, это же надо отпраздновать. Одну минутку. Погодите. Где-то тут мне попадалась бутылка виски совсем недавно. А это Лорен. Она, она проститутка. Ой, так, ладно. Забавно у нее, кстати, такие очки. Не сделаешь ли мне одолжение, Скотт? Скажи мне, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Ну да. Побудет таскать его секретаршей. Хотя, если это не сделать, то тогда это Лорен уже будет отвечать на звонок. Да, Манфред здесь. Но он не может подойти. Вы не перезвоните ближе к вечеру. Спасибо. Да, у тебя хорошо получается. Не, просто я к тому, что игра очень нелинейна, и второй раз тоже есть смысл ее пройти. Особенно в этом уровне. Так, ну че? Ага, чокнемся. Оп. Что-то я не пойму у нее с рукой. Ожог, что ли? Так, спросим про конверт. Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес? Ну, давай посмотрим. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из-за того, что глаза меня уже подводят. А Лорен тоже на что-то чем заняться. Там шкатулку музыкальную рассматривает. Че ж ты сразу не сказал? Вот туда-сюда ходить. Видите, не очень удобно это делать. Может быть, он такой толстый, неповоротливый. Держи. Спасибо. Ну, посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Роял 5. Форма букв D.F. характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Значит, убийца приходил в этот магазин. Ремонт или редкость? Давайте про ремонт спросим. А кто, кроме тебя, может починить такую? Я выкупил у компании весь оставшийся запас запчастей за гроши. Лет 40 назад. Их все равно отправляли на свалку. Я и подсуетился. Так что, каждый, кто здесь пользуется этой машинкой, хоть раз, да и заглядывал ко мне. Ну и как раз спросим про клиентов, кто именно. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. А можно взглянуть на записи? Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Роял 5 или приносил в ремонт. Да, мы будем признать. Рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Забавный дед. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее манглоду. Посмотрим, кто в списке. Да, ну и поскольку он пожилой человек, он все делает медленно, поэтому придется подождать. Лорен, опять-ка ты в музыкальные шкатулки пошла. Так, ну что? Лорен думает, что сможет найти убийцу. Боюсь, ее ждет разочарование. И что Манфред там копается? Надо посмотреть. И что Манфред там копается? Надо посмотреть. Имя убийцы может быть в документах Манфреда. Манфред, Манфред, где же Манфред? Алло? Манфред? Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло? Вот это поворот, да? Кто-то его убил. Видимо, ударил сзади по голове. О, господи. Он мертв. О, боже. Это точно. Бедняга. Он не заслужил такой смерти. Ну и, судя по всему, убийца убежал через окно. Скотт! Господи! Что ты делаешь? Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблюд. И что же нам делать? Нет, Шелби, ты не верблюд, ты слон. Смотрите за входом. А я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться. Полиция скоро явится. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манфред искал свои записи, когда его убили. Бросьте их. Надо скорее отсюда уходить. Да ладно, пусть ищет. Может, что-то найдет. А я пока уликами займусь. Вообще, конечно, такая странная ситуация, да? В принципе, что бояться-то, если это не они сделали? И здесь, конечно, есть два варианта, как пройти. Можно все улики зачистить. Или же, так сказать, оставить все как есть. И тогда Шелби будут опрашивать в полицию. Но в этот раз я, конечно, выберу вариант, когда мы не оставим никаких следов. Но потом уже, для альтернативной версии, сделаю все по-другому. Так, ну да, телефон. Что у нас еще было? Давай, вспоминай, вспоминай. Так, бутылка, стаканы. Да, лучше, конечно, тебе перчатки уже купить. Это тебя избавит от таких проблем. Как этот Пуаро. Или Шерлок Холмс. Лупа, лупа, лупа. Это самое главное. Так. А знаете, что я вспомнил еще? Не забыть стереть и отпечатки Лорен. Нельзя втягивать ее в это. Надо быстро найти все, чего касается. Полиция вот-вот появится. Почти закончил. Да, про телефон я забыл. Тоже заговорился. Все. У нас совсем нет времени. Надо торопиться. Шкатулка. Вот в лапу тут все. Я не помню. Витрин вот эти не надо протирать. Ага. Что-то я, правда, не помню, чтобы он их касался. Пыль вытер, так сказать. Где мы могли оставить отпечатки? Надо скорее вспомнить каждый предмет. Полиция будет здесь с минуты на минуту. Надо скорее уходить. Я, честно, когда первый раз играл, я тоже забыл про входную дверь. Фу. Ну все. Все, уходим. Вы все, стеркли? Все, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Пойдемте скорее. Да, мне бы тоже хотелось надеяться. Я везу вас домой. Стало слишком опасно. Ну нет. Мы же с вами напарники. Таков уговор. Сердито, не игра, уговоры. Ну да, будем уговаривать. Слушайте, Лорен, вы хотите найти убийцу. Но мне трудно работать, когда вы в опасности. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына, и вам меня не остановить. Жестоко, холодно, сердито. Рассервимся. Вы будете умницей, отправитесь домой, и не будете мешать расследованию. Остановить. Что? Остановите, говорят вам! Тихо, 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 тихо. Блин, истеричка-то какая, да? Сейчас погубит нас. Да, Шауби, зачем ты с ней связалась? Если вы не поможете мне найти убийцу моего Джонни, я сама справлюсь. То ей вообще ничего не надо было. Теперь угрызение совести. Ну да. Я сам во всем виноват. Нельзя было брать ее с собой. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Эта женщина упряма, как ослица. Она пойдет до конца. Со мной или без меня. Один слон, другая ослица, да? Так, извиниться. Какой же я все-таки болван. Надо догнать ее. Черт, у меня нет выбора. Я делаю это, чтобы защитить ее. Короче, ладно, все. Давайте вернемся за ней. Вора! Вора! Да, давайте нежно. Утеши мое. Хотя в жизни я бы не мог представить такую парочку. Но, как говорится, их свела судьба. И, насколько я помню, они там даже поцелуются. В одном, так сказать, из вариантов прохождения. Так, ну а следующая серия уже будет испытание Итана. Очень такое сложное, динамичное. Ну и сделаю перерывчик. Субтитры создавал DimaTorzok